Книга «Открытым оком», том 16, вопрос 3075. Тема «Церковь». Правда ли, что если на исповеди человек сознавался в политической неблагонадежности, то священники обязаны были доложить властям о нем? Ответ Игнатия Тихоновича Алапкина. К величайшему студу и позору для церкви это так. И официально было узаконено русским антихристом Петром Первым. А вот если бы не было частной исповеди, то и Петр не посягнул бы на это богохульство. Церковь потеряла доверие к самому святому, к исповеди. И в этом нет покаяния ни у Московской Патриархии, ни у Русской Православной Церкви за границей. Забайкальский миссионер пишет о Читинской тюрьме до революции еще о таком случае, каких же, конечно, было больше. Архимандрит Спиридон из журнала «Христианская мысль», 1917 год. Время моей духовной беседы из толпы арестантов вдруг я слышу. Хорошо вам, сытому, одетому в енотовую шубу разводить нам мораль. Вы бы обратились к начальству нашему, чтобы оно хоть кормило нас лучше. Я, не обращая внимания, продолжаю свою беседу. Только кончил, как слышу, арестанты окружили этого бедного арестанта и уже поднимают кулаки на него. «Что вы, друзья, делаете?» – крикнул я. «Как он смел оскорбить вас, батюшка!» – раздались голоса. «Дорогие мои, если бы он мне сказал какое-нибудь оскорбление, ведь он только на днях пришел в тюрьму нашу. Меня мало знает, а, быть может, приходилось ему в жизни сталкиваться со священниками». «За них-то я вот и осужден на каторгу», – со слезами ответил арестант, который корил меня во время моей духовной беседы. Я подошел к этому арестанту и при всех поцеловал его и поблагодарил его за прямолинейность. Видя мой поступок к оскорбившему меня по их понятию, арестанты были совершенно обезоружены против него, а на меня смотрели как на дурака. Арестанты разошлись по своим палатам, а я отправился домой. Этим арестантом я заинтересовался. «На следующий день я приезжаю в тюрьму и хотел видеть его, но его не было ни на моих духовно-нравственных беседах, ни в этот вечер на всеношной. Уже через три недели я случайно встретился с ним во дворе тюрьмы. Я его остановил». «Как, друг мой, поживаешь?» «Ничего, хорошо», – мне хотя ответил арестант. «Мне хотелось бы с тобой поговорить и вообще по душе побеседовать». «Да и мне, батюшка, хотелось поговорить с вами, да как-то стесняюсь». Мы условились с ним встретиться в церкви. Наступил день праздничный, отслужил я им обедню, позвал арестанта того в алтарь, и когда все слышали, мы приступили к взаимной беседе. «Скажи мне, друг, за что ты обвинен?» «Ах, батюшка, тяжело мне даже об этом говорить», – начал арестант. «Я был учителем. Воспитание получил православно-христианское. Отпелетно был религиозным. Начал я увлекаться социалистическими идеями. Познакомился я с некоторыми немецкими социалистами. Нужно сознаться, что социализму настоящему чего-то недоставало существенного. В нем не было христианской души, если позволите так выразиться. Меня крайне поражало то, что он, этот современный социализм, имел притязание заменить собой христианство. Это меня как-то от счастья удерживало от него. Вы знаете, все вожди, глашатые социализма, они страшные враги христианства. Когда я ездил в Германию, некоторое время жил, там я вынес очень горький осадок относительно нашего русского государственного и церковного строя. На страстной неделе Великого Поста я пришел в церковь и пожелал Великую Пятницу исповедоваться и причаститься к святых тайн. У нас было два священника. Я подошел к брата Иерею, ничего не подозревая, начал ему исповедоваться. Во время исповедей я ему сказал, что я не верю в святость Александра Невского, Владимира Святого, Царевича Дмитрия, Бориса и Глеба. Последние пали от остря меча из-за политических целей. Два первые свою святость не оправдали своей жизнью. Не верить в их, не верить в их святость, вверх безбожий, ответил мне протеерей. Да, батюшка, я не верю им, не верю им еще и потому, что от них исходит война и насилие. Он разрешил меня от моих грехов, в субботу великую причастил меня, а на третий день по его доносу меня арестовали, судили, лишили всех прав, состояния и как политического ссылают на каторгу. Вы знаете, батюшка, я после суда отрекся от церкви и от всего христианства. Арестант прослезился. Мне было жаль, очень жаль христианства, но такого христианства, где священнослужители через исповедь кающихся лишают всех прав и состояния последних, я его проклинаю и не хочу о нем удумать. Что же это такое? Во что священнослужители превратили таинство церкви Христовой? Неужели Христос установил таинство покаяния для того, чтобы им ограждать царей и королей и предавать ужасным страданиям и тюремной и каторжной жизни людей, которые в этом таинстве желают найти себе очищение грехов и помириться с Богом? Ах, Боже мой, страшно подумать! Что же это за христианство, которое обслуживает всех самых злейших, бесчеловечнейших насильников мира сего и их опричников? Терпеть я не могу, не могу, мой милый батюшка, ходить в церковь и слышать только одно – благочестивый самодержит, святейший сенот, христолюбивое воинство. Покорите под ноги его всяко врага и супостата и так далее. Для меня лучше бы дохлая собака в алтаре была, чем я слышу эту боготворящую низость. Арестант замолчал. Ему было тяжело. Затем он вздохнул и опять начал говорить. Я ведь себя не считаю анархистом. Пусть власть была бы, пусть начальство существовало бы. Я против этого ровным счетом ничего не имею. Но зачем? Зачем не сводят Христа на степень жалкого служки, который обязан обслуживать этих насильников, кропопиц и тиранов человеческой жизни? Архиерей им только давай деньги, награждай орденами, дай им власть и тогда говори. Прощай христианство. Идеалистическая утопия, недомыслие и невежество галилейских рыбаков. Я вот как-то совестью мучаюсь, что отрекся от христианства. Сын мой милый, не надо малодушничать, придайся терпению, вспомни Христа. Он не проклинал мир, который его распил, а молился за него. Наши проклятия людей есть признак нашей беспомощности и крайней ограниченности нашей силой по отношению друг к другу. Христос мог бы одной своей мыслью уничтожить не только своих врагов, но и весь мир превратить в совершенное небытие. И что же? Он молился за своих врагов и не противился злом злу. Вот в чем заключается непобедимая сила. Да, я осознаю это, но у меня душа-то очень измята, вся изуродована, хотя я осознаю свою вину перед Христом. Поэтому, мой друг, вы страдаете не за свои политические тенденции, а за свою веру в таинство покаяния. Отсюда, мой друг, вы страдаете за свою свободу религиозную, дарованную нам с тобой, самим Христом. Неужели я косвенно страдаю за Христа? Да, друг мой, страдаете за Него? Арестант опустил голову, и мне было радостно видеть, как слеза со слезой катились с его очей и падало вниз. Мне что-то становится легко и светло на душе. Неужели вправду я страдаю за религию? Да, мой друг, ты страдаешь за нее. Через дней пять после нашего разговора Арестант сам встретил меня и показал мне свое письмо, адресованное тому самому протеерею, своему врагу и верному стражу государственных интересов. Письмо было по содержанию очень нравственное. В нем Арестант убедительнейшим образом благодарил отца протеерея за его любовь к Арестанту. Я прочел это письмо, оно поразительно было сильно. Арестант вручил мне его, чтобы я послал по назначению. Ровно через неделю Арестант этот пожелал исповедаться и причаститься к святых тайн. Мне после этого было очень радостно в душе, когда я увидел, что лицо этого Арестанта со дня на день становится светлее и светлее. Ни одной беседы, ни одной проповеди он уже не пропускал. Каждый праздник находился в церкви. Кроме всего он стал упражняться, кроме церковной, в частной своей молитве. Помню, что великим постом он три раза причащался. Стал очень мало говорить. Я ему купила русское Евангелие. Он почему-то читал больше всего прощальную речь Христа. Многие арестанты почувствовали к нему какое-то особое уважение. Как-то он обратился ко мне и спросил у меня, как я понимаю Толстого. Я ответил ему, если бы мир так понимал святой Евангелие, то он наполовину бы был христианским. Арестант улыбнулся и, ничего мне на это не возражая, поклонился и пошел обедать. Псалом 51, 3 стих. «Что хвалишься злодейством сильный, милость Божия всегда со мною». Псалом 63, 7 стих. Высказывают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Книга Экклесиаста, 10 глава, 20 стих. «Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого. Потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая пересказать речь твою». Книга Серахова, 20 глава, 8-9 стих. «Ни другу, ни недругу не рассказывай, и если это тебе не грех, не открывай, ибо он выслушает тебя и будет остерегаться тебя, и по времени возненавидит тебя». «Вам без меня, поверьте, будет скучно, закисните в старобрячестве и врязке, никто вас обличать не будет, мучить, легко в беспечности засохнуть и захряснуть. Жизнь не стоит на месте, вдруг подкинет вопросов немудреных и премудрых, у вас нет Библии, а кондакии прокимны, не высветят, где интерес был шкурный. «Как прежде руки к вам не протяну, не заложу ответ, как ногу в стремя, а ныне дай звонок в мою страну, мне за ответ не начисляли премий. Мой белый лист на кромке у стола, у телефона сутками дежурит, на рассмотрение несут свои дела, к ним крохи мудрости, а больше горы груди». «Кому я более всего надоедал? Епископам, священникам, монахам? Я с вами в книгах не удалился вдаль. Раскройте без предвзятости и страха. Настройтесь на посмертную волну, что вы оставите, за что не будет стыдно, за что не проклянет вас ваш внук. И не потащат на эшафот, на дыбу. Воспользуйтесь же мной, пока я жив. Храмина разрушается так быстро. У вас коттеджи, джипы, гаражи, а катастрофа рядом, словно выстрел. О, ваша честь, бесчестных судей клам, под благочиние с епископ все косят. Кто обличит церковный их бедлам и возжелает оживить все кости? За сотни лет весенние ветра впервые потревожили болота. Меня теряете, не ощутив утрат. Я радовал о душах и о плоти». 31 марта 2006 год. Игнатий Лапкин.